Хочу порекомендовать вам канал Random Rules. Это настольные ролевые игры по самым разным сеттингам, вроде Elder Scrolls и Готики. Своего рода веб-сериалы живого действия с динамичными и интересными сюжетами. Также ребята частенько приглашают желающих поиграть вместе с ними, так что это отличная возможность познакомиться с играми, от которых произошли все современные RPG. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Ash King. Когда-то я уже делал ролик про три слабейших народа Тамриэля, по моему мнению. Сейчас же я решил сделать топ-3 уже наоборот, сильнейших рас. Как и в том ролике, сразу объясню, что здесь будут оцениваться расы не по физической силе или крутости отдельных ее представителей, а по умению нации в целом успешно вести сражения по количеству побед и завоеванных территорий на протяжении истории. Итак, приступим. На третье место я поставил жителей провинции Хаммерфелл Ридгардов. Изначально их предки, йокуданцы, жили на континенте Йокуда. Эту землю они делили с народом леворуких эльфов, с которыми, как можно понять из немногочисленных данных, имели очень натянутые отношения. В итоге между двумя народами разразилась война, в которой йокуданцы разгромили леворуких эльфов, по всей видимости, уничтожив большую их часть. Возможно, что последние леворукие эльфы затонули вместе со своей орехалковой башней, когда йокуду постигла катастрофа, по слухам, вызванная самими йокуданцами, и большая часть континента ушла под воду, оставив от йокуды лишь несколько островов. Выжившее население йокуданцев стало волнами перебираться на Тамриэль, на территории нынешнего Хаммерфелла. До прибытия ридгардов единственной организованной силой на этих землях были двемеры клана Руркин, однако, как и остальные свои собратья, те таинственным образом исчезли после битвы у Красной Горы, примерно за 100 лет до прибытия темнокожих воинов. Поэтому, когда первые йокуданцы начали высаживаться на территории Хаммерфелла, двемеров они уже не застали. На тот момент на этих пустынных землях обитал один или несколько ныне забытых альдемирских кланов, орки, гоблины, а также бретоны Хайрока, которые начали осваивать юг залива Илиак, построив гарнизоны на местах нынешних ридгардских городов Сентинеля и Лейнлина. Волна воинов-йокуданцев называлась на их языке Рагада, именно от этого слова появилось их нынешнее искаженное название Редгарды. Чтобы завоевать место для своего нового дома, Редгарды просто-напросто уничтожили всех – альдмиров, орков, гоблинов и бретонов. Последние, конечно, не простили им резню, и на какое-то время Редгарды и бретоны стали врагами. Однако, спустя примерно век у них появился общий враг в лице нового орочьего государства Арсиниум. Объединенные силы Редгардов и бретонов осаждали Орочийград в течение целых 30 лет, но в итоге сумели одолеть неприятеля. Немалую роль в этом противостоянии сыграл Редгардский Орден Диагны. В 4-й эре Хаммерфелл остался единственной провинцией Тамриэля, на которую именно что активно нападали войска Альдмирского Доминиона, но которая при этом полностью от них отбилась и осталась неподконтрольно ни Доминиону в целом, ни Талмору в частности. Почему же Редгардов я поставил только на третье место? Дело в том, что безусловно, они лучшие воины Тамриэля, если речь идет о бои один на один. Конкуренцию здесь они составят даже Нордом. Они физически крепкие, выносливые и отлично управляются с мечом. Однако, главным минусом всего их народа является тотальная недисциплинированность, выливающаяся в неспособность создать постоянную организованную армию. Даже внутри Хаммерфелла вместо армии существуют лишь разрозненные вольные отряды Редгардов. Отчасти это и следствие того, что по сути Хаммерфеллом управляют две различные стороны – венциносцы и предшественники. И все города принадлежат той или иной стороне. И, конечно же, между ними периодически вспыхивают конфликты. Однажды из-за старой обиды предшественники не пришли на помощь венциносцам в войне со Скайримом в конце 3-й эры, получившей название «Война Бендермака». Тогда Редгарды проиграли Нордом, и небольшая часть восточного Хаммерфелла была завоевана Скайримом. Так что из-за своей неорганизованности и одному довольно крупному поражению, Редгарды занимают в моем топе только третье место. Второе место у нас занимают Альтмиры – высокие или высшие эльфы. Тут уж какой перевод вам больше нравится. Еще с Меретической эры Альтмирам постоянно приходилось сдерживать атаки слизнеподобной расы некромантов Слаадов, которые когда-то владели островами Саммерсет, а также морские набеги Маармеров – морских эльфов с острова Пианданея. Благодаря такой закалке флот Альтмиров испокон времен считался и считается сильнейшим в Тамриэле, а их умение вести морские сражения не знает равных. Физически высокие эльфы не так сильны, как норды или Редгарды, да и в обращении с холодным оружием они не так хороши, однако это компенсируется высоким числом магов в их рядах и высоким уровнем владения магией на территории Саммерсета в целом. Ну и с дисциплиной у Альтмиров дела обстоят гораздо лучше, чем у Редгардов. В состав Людской Империи Саммерсет впервые перешел лишь в самом конце второй эры, последний из всех остальных провинций, и то лишь благодаря метафизическим воздействиям с реальностью медного бога Двемеров гигантского голема Нумидиума, вновь собранного и управляемого Тайбером Септимом. На тот момент Саммерсет и Валенвуд были в составе второго Альтмирского Доминиона, и уже тот Доминион и его правительство Талмор было настолько грозной силой, что победа над ним казалась невозможной. И само пророчество о приходе драконорожденного Императора, которым оказался Тайбер Септим, включало в себя строчку о победе над Доминионом и создании Объединенной Империи после этого. Ну а о том, что случилось в четвертой эре, вы все, наверное, знаете. Талмор вновь возвысился и создал третий Альтмирский Доминион, который теперь является главной угрозой всему миру. Даже не учитывая теорию о их целях на башне Нирна, просто глядя на военную мощь, которую представляют эльфы. В состав Доминиона входят Саммерсет, Валенвуд и Эльсвейр. Несмотря на то, что Империя Мидов отбила у Доминиона имперский город, который те до этого захватили, конкордат Белого Золота, заключенный после этого между Доминионом и Империей, ясно дает понять, что Империя полностью приняла правила игры эльфов и пошла на кучу унизительных уступков, дабы те не захватили ее окончательно. Таким образом, все еще по факту, подконтрольные Империи Сиродил, Скайрим и Хайрок находятся под бдительным надзором Талмора, и в этих провинциях располагаются его посольства. Не забываем также, что Талмор сумел изничтожить практически всю сеть клинков на территории Тамриэля, секретных агентов и превосходных воинов, которые, по идее, должны были предотвратить заранее, как надвигающуюся угрозу со стороны эльфов, так и свое обнаружение ими. Так что, думаю, вопросов ни у кого не возникнет, почему Альтмеров я поставил на второе место сильнейших народов Тамриэля. Итак, кого же я поставил на первое место? Вероятно, некоторые подумают, что Имперцев, за счет как раз Империй, которые они не раз создавали, а особенно за Империю Тайбера Септима, объединившую весь Тамриэль. Но нет. Дело в том, что Имперцев сложно выделить в полностью самостоятельную и конкретную расу, да и в одиночку Сиродил почти никогда свои грандиозные победы не совершал. А сильнейшим народом я объявляю Нордов и отдаю им первое место. Давайте вспоминать их военные свершения. Переселившись в Сатморы, они практически уничтожили расу снежных эльфов, с которыми у них произошел серьезный конфликт на территории Скайрима, а остатки их цивилизации были преданы забвению на многие тысячи лет. Здесь можно вспомнить аналогичную ситуацию с Ридгардами, уничтожившими леворуких эльфов. Далее Норды одерживают победу над драконами в одноименной войне, попутно осваивая искусство драконих криков Туум, которые войны, именуемые языками, впоследствии будут применять в масштабных сражениях для обретения значительного преимущества над противником. И первая людская империя в истории была не алисианская, а нордская. В ходе своих завоеваний начала первой эры, Норды присоединили к своей империи Моровинд, часть восточного Сиродила и почти весь современный Хайрок. Что до Олесии и ее империи, то Норды, уже тогда воевавшие с Моровиндом, сыграли одну из решающих ролей в успешном восстании против Айлейдов. Не приди организованные сибиряне на помощь Недам Сиродила, вряд ли одни Пеленал и Морихаус сумели бы справиться с полчищами Айлейдов, ведь собравшиеся в ополчении бывшие рабы не представляли из себя серьезной силы для сопротивления. Кстати говоря, Морихаус сын Кин также нордский герой, а в облике Пеленала Норды видели своего бога Шора, аватаром которого тот и являлся. Здесь также стоит поговорить про расовую принадлежность так называемых имперцев. По основной теории, практически все люди, кроме Ридгардов, которые жили на территории Тамриэля, это потомки переселенцев с Атморы, которые и до Изграмора веками постепенно переплывали на Тамриэль. А поскольку Норды бывшие Атморцы, то получается, что в какой-то степени и алисианские рабы близки к Нордам по крови. Естественно, когда мы говорим о не-скайримских недах, то спустя несколько поколений, выросшие совсем в других условиях и традициях потомки Атморцев со временем теряли внешнее сходство с истинными нордами и их менталитетом. Однако, по факту, Атморская кровь в них оставалась. А некоторые из рабов и вовсе были украдены айлейдами напрямую из Скайрима, например, племя людей из Крит, то есть людей из нордского Фолкрита. Вообще, небенейцы, жители восточного Сиродила, это изначально норды, которые экономически и культурно отделились от Скайрима, утвердив свой суверенитет на этих землях. А одно из названий небенейцев – Сира Норды. А колавианцы, жители западного Сиродила, это также потомки нордов, но уже исконных, скайримских. После победы Олесии в восстании и начала формирования ее империи, норды стали селиться на просторах долины Небеней, присоединив ее часть к своей империи, по-видимому, в дар от Олесии за предоставленную помощь в восстании. Однако, со временем они почему-то были вытеснены из плодородной долины, и потому норды решили завоевать запад Сиродила. Таким образом, захватив нидийские города колавии, западного Сиродила, в них также стали править норды. Они уже не зависели никак от Скайрима, но факт остается фактом. Во-первых, эти норды, захватившие колавию, были скайримскими, а во-вторых, жители восточного Небенея, так или иначе, все равно тоже являются нордами по крови. В общем, я веду к тому, что норды везде, даже среди имперцев. Скайрим всегда был твердой дланью империи Септимов, и вообще представлял грозную силу во все времена. В уже упомянутой войне Бендермака в 397 году Третьей Эры, Скайрим сражался одновременно с Хайроком и Хаммерфеллом, и успешно захватил их восточные части, присоединив в то время бретонскую Джоханну и два ретгардских города, Эллинир и Драгонстар. Второй, правда, лишь наполовину, из-за чего город пришлось делить пополам стеной. Надеюсь, вы со мной согласны, что нордов по праву можно считать сильнейшим народом Тамриэля. Всем спасибо за просмотр, с вами был Эш Кинг, до новых встреч!